До нового года осталось меньше месяца, но на рынках уже многолюдно и чувствуется предпраздничный ажиотаж. Каждый старается сделать первые покупки для новогоднего стола. Татьяна Козырезова решила не дожидаться традиционного скачка цен. Пришла на рынок, чтобы купить хотя бы те продукты, которые не испортятся даже за месяц. Баночка красной икры, немного мяса, шампанское и консервированные овощи. Говорит, уже потратила больше 300 гривен. И это только начало. И к новому углу, как обычно, мясо, рыбу и все, чтобы порадовать семью. Чисто на новогодний стол. По тысячу, наверное. Новогодний стол на компанию из шести человек обойдется почти в два раза дороже, чем в прошлом году. Продавцы отмечают, что продукты заметно подорожали. Банка красной икры, к примеру, выросла в цене на 10 гривен. Другие морепродукты тоже не отстают. На рынках обещают сдерживать цены, насколько это возможно. По сравнению с прошлым годом, немножко, конечно, подняли цены. Но так, стараемся держать меньше. Если мясо в конце 2009 года стоило около 45 гривен за свиной ошеек, сейчас просят 60. Только в некоторых местах можно найти подешевле. Еще неизвестно, конечно, что оно после 15-го запоют наши колхозники. Но сейчас, в данный момент, я считаю, что нормальные цены, приемлемые. Можно покупать. Мякоть без косточки, чистая мякоть. По 45. За год больше всего в цене выросли сыр, масло, фрукты и сладости. На овощную и фруктовую нарезку придется потратить около 100 гривен. Нарезка из сыра, как минимум двух сортов колбасы, будет стоить примерно 150. В несколько большую сумму обойдется и спиртное. Две бутылки шампанского, коньяк и вино двух видов. Около 250 гривен. Это при том условии, если алкоголь покупать сейчас. Чем ближе к Новому году, тем цены будут выше. Цена, допустим, сейчас 39,70, а после 20 числа поднимется цена на шампанское. В два раза по-любому поднимется. Будет стоить где-то 70-75 гривен. Но пока цены такие стабильные. Экономиста вовсе не удивляет такое состояние дел. Рассказывает, что спрос всегда повышает цены. Несмотря на то, что в этом году, по данным Государственного комитета статистики, зарплата выросла почти на 300 гривен, из-за инфляции люди богаче не стали. Из-за инфляции реальные доходы наших граждан упали за этот год где-то процентов на 10-15. Соответственно, вы понимаете, что уровень праздничного стола, да и качество праздничного стола, каждый будет определять, в общем-то, индивидуально. Путем несложных подсчетов на новогодние угощения компании из четырех взрослых и двоих детей понадобится примерно 800-900 гривен. И это без изысков и лишних деликатесов. Некоторые хозяйки рекомендуют, чтобы сэкономить несколько сотен гривен, лучше приобретать товары не в супермаркетах, а на рынках и ярмарках. Ольга Шилкина, Владимир Ребриков, Панорама.